Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хочу вам предложить рецепт торта новинка. Или еще называют его сметанник. Вкус из детства. Торт получается очень нежным, мягким и воздушным. Я буду делать два бисквита. Для первого бисквита нам понадобится мука, сливочное масло, сметана, яйца, кукурузный крахмал, сахар, какао, сахарный ванилин, разрыхлитель и щепотка соли. Все пропорции напишу в описании. Подготовим сухие ингредиенты. Берем муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель и какао, смешиваем ее в одной чаше. Все хорошо объединяем и несколько раз просеем. Также смешиваем сахар и сахарный ванилин. Берем чашу, в нее вливаем яйца и сразу добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать. Сначала взбиваем на низких оборотах миксера. Постепенно их увеличиваем и взбиваем до появления небольшой пенки. Как появится небольшая пенка на яичной массе, начинаем всыпать сахар. Всыпаем сахар порциями. Всыпали весь сахар. Затем добавляем скорость миксера на самую высокую и взбиваем минут 5-6. Здесь нам не нужно взбивать до такой пены, как на бисквит. Вот мы взбили яичную массу. Теперь отправляем сливочное масло к яичной массе. Все продукты должны быть одной комнатной температуры. Это очень важно. Если у вас будут какие-то продукты другой температуры, тогда сливочное масло может свернуться в тесте. Теперь мы добавляем сметану и снова все взбиваем. Сильно долго не нужно взбивать, нужно объединить все продукты. Затем мы просеиваем все сухие ингредиенты в тесто. Далее замешиваем тесто. Я тесто замешиваю лопаткой. Но точно так же можно замешать тесто и миксером. Далее отправляю тесто на противень. Разравниваю его хорошо. У меня противень 38 на 32 сантиметра. Выпекаю бисквит при температуре 180 градусов 20-25 минут. Проверяем бисквит на сухую зубочистку. Далее будем готовить белый бисквит. Для белого бисквита нам понадобится мука, масло сливочное, сметана, кукурузный крахмал, сахар, яйца, сахарный ванилин, разрыхлитель и щепотка соли. Пропорции я так же оставлю в описании. Таким же образом замешиваем и белый бисквит так же выпекаем. Бисквиты я разрезала пополам и вот такая высота бисквитов у меня получилась. Остатки я оставляю в сторонку. Теперь будем готовить крем. Для этого мне понадобятся сметана, сливки, сахарная пудра и сахарный ванилин. Все ингредиенты смешиваем в одной чаше и начинаем взбивать. Взбиваем сначала на низких оборотах миксера, постепенно их увеличиваем. Взбиваем до плотного состояния. Как увидите след от венчика, можете выключать в миксер. Как видите, крем готовится очень быстро и просто. Можно также использовать просто одну сметану. Сметану и сахарную пудру перемешать и смазывать коржи. Я же люблю, когда присутствует сливочный вкус. Вот такой крем у меня в итоге получился. Он получается очень нежный и воздушный. Далее мы будем собирать торт. Крем делим мысленно на 4 части. Выкладываем первый бисквит на тарелку. Затем добавляем крем. Разравниваем его хорошо. Затем отправляем шоколадный бисквит. Чередуем сначала белый, потом шоколадный. Так поступаем со всеми бисквитами. Здесь торт не требует пропитки, потому что сметана у нас и так хорошо пропитает торт. Сборка торта тоже простая. Это очень простой торт. И в приготовлении, и в сборке. Также в украшении. Для этой сборки торта даже не требуется никакая форма. Можно собрать аккуратненький торт, ровно его выложить. Обмазываем обязательно все стенки торта. Также можно собрать и круглый торт. Не обязательно делать прямоугольный. Торт мы хорошо обмазали. Теперь будем его украшать. У нас оставались обрезки от бисквитов. Их нужно раскрошить в крошку. Можно сделать это руками или измельчителем. Так же поступаем и с белым бисквитом. Затем берем торт. Белым крошкой я посыпаю сверху. А шоколадной я буду оформлять боковину торта. Торт вышел весом 2,3 кг. Попробуйте и вы приготовить для своих близких такой торт. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.